С сегодняшнего дня в Кустанайской области возобновили работу в Центре обслуживания населения, причем в городах и областном центре в новом формате. Согласно новшествам, теперь зоны казахстанцам можно будет посетить лишь предварительно забронировав очередь и только на ту услугу, которую можно получить лишь в бумажном варианте. Но кустанайцы оказались не готовы к изменениям. Часть посетителей зоны пришли, не забронировав очередь онлайн. В итоге скопление людей вблизи центрального входа в Центр обслуживания сбежать не удалось. Проходят в ЦОН только те, кто забронировал очередь заранее на портале электронного правительства, либо по номеру 1414. Есть возможность для тех, кто не забронировал или не знал о бронировании, мы вывели специально на улицу телефон, где можно позвонить на 1414, забронировать очередь и уже ее дождаться. Вопросов много, люди приходят, консультируют сразу на месте. Здесь сделана специальная разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию между собой для профилактики вирусных заболеваний. Часть людей жаловались, что дозвониться в колл-центр 1414, чтобы забронировать очередь, они не могут. А доступа к интернету нет. Сотрудники ЦОНа за помощью рекомендовали обращаться в секторы самообслуживания, которые разместили во фронт офисов пока в Центре быстрого реагирования Айкомек и миграционных услуг, который, кстати, тоже начал сегодня работать. Здесь готовы принимать людей без записи, но руководство миграционного центра просит устанайцев не спешить. Государство дает гражданам страны два месяца, чтобы успеть получить просроченные документы. Принято решение о том, что с 11 мая в течение 60 дней все документы, удостоверяющие личность на территории Республики Казахстан, ранее просроченные в связи с решением ЧП, будут действительны. То есть все документы на сегодняшний день в течение 60 дней будут признаваться всеми государственными органами и организационными учреждениями, будут признаваться действительными. А также не будут привлекаться к административной ответственности. Также, по словам Кайрата Тутпаева, в городских районных отделах полиции возобновляется выдача разрешений на временное пребывание иностранных граждан, разрешение на постоянное место жительства и документирование вида на жительство. Помимо этого, начинается выдача и протвление разрешений трудовым иммигрантам, прием гражданства страны, оформление разрешений на выезд на ПМЖ за пределы Казахстана. Хамзан Дурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.